Всем привет! Леонид Котвицкий. Итак, я снимал однажды видео про то, как снять следы от скотча. То есть, сам скотч бывает снимешь, а от него остаётся такой противный клей. Но это более лёгкая задача, следы. А что делать, если ты трёшь-трёшь теми растворителями, которые ты выбрал, а сам скотч ещё не снимается? Ведь скотч бывает очень клейкий и не хочет отдираться совершенно. Значит, приходится его тогда брать ножиком, отдирать именно, повреждать ту поверхность, на которой он наклеен. Это всё часто долго, заморочно. И очень бы хотелось, чтобы был какой-то растворитель для скотча. Скотча полипропилена. Большинство прозрачных этих скотчей, типичных таких, изготавливается из полипропилена. Значит, что сделать? Дело в том, что материал сам полипропилен именно и изобретён как стойкий материал. Стойкий, который должен выдерживать различные противные факторы. Кислоты, щёлочи и прочее, прочее. И это такой материал, который в большинстве случаев не растворяется в растворителях различных при обычной температуре. То есть, например, можно его растворить в бензоле, эфире, различных хлорэтанах. Но при этом, при обычной температуре, он лишь набухнет. Если они высохнут, он тут же и то набухнет лишь слегка. Даже это сложно будет в быту рассмотреть. Так вот, наука даёт ответ на этот вопрос, что это за материал полипропилен, как его растворять. Его нужно нагреть. Нагреть до 150-160 градусов. Вот, когда понимаешь, что так надо сделать, тогда удаление старого скотча не становится проблемой. Какой выбрать растворитель? Как я упоминал, там бензол, различные хлорэтаны, что там ещё, эфиры и тому подобное. Я использую сейчас этилацетат. Почему? Потому что он хоть и не считается таким хорошим прям растворителем полипропилена, но он является нейтральным к различным краскам. То есть, если это где-то на покрашенной поверхности будешь ним стирать, он краску не растворит. Он является нейтральным к пластикам обычным. Например, окно. На окне скотч. Я показывал, как, например, утеплять плёночкой окно. Специальной плёнкой, которая потом растягивается и становится незаметной. После неё остаётся скотч. Плёнку снял, а скотч в большей части не отдирается. Надо снять скотч. И можно, конечно, дихлорэтаном протереть, можно ацетоном каким-то протереть, но оно растворит и пластик самого окна. Вот главная заковыка. Можно, собственно говоря, и серной кислотой концентрированной или азотной обрабатывать, если уж есть к такому доступ и хочется рискнуть здоровьем. Но растворит и то, что под скотчем. Этилацетат в моём случае, я его редко использую, но в первую очередь он был куплен как растворитель наэритового клея. Наэрита. Полихлоропренового клея тоже. И сейчас мы с ним попробуем. Итак, я возьму поближе, попробуем этот скотч, а потом, я там есть на одном месте на окне, старый скотч, сохранившийся, попробуем на нём. Вот у нас есть технический фен. Температура подобрана эмпирически, не ставится ни максимальная, ни минимальная, что-то среднее, так, чтобы оно дало тех самых 150, 160, 170 градусов, смотря какой материал будет, разновидность полипропилена. Ну и в то же время, чтобы не расплавил тот же пластик окна. Я уже проверял, кстати, не плавит пластик окна при той температуре. Вот. Ну а сейчас посмотрим это всё внизу. Нагреть скотч так, чтобы он изменил просто свою структуру, и быстренько стереть его этилацетатом. Почему быстренько? Потому что очень летучий растворитель, он быстро выветривается. Пробуем. Сейчас фен подогреется. Продолжение следует... Играет музыка Итак, мы видим, как скотч весь скукоживается Так, скручивается Мы его не растворяем прям вот совсем, чтобы он растворился Наша задача, чтобы он частично лишь, скажем так, деполимеризировался Частично произошла его деструкция Как видим, он и от температуры начинает скручиваться Правда, это относится только к свеженькому скотчу Старый, он вам так не скручится Он потемнеет, но скручиваться не будет Его надо будет хорошенько прогреть Но в то же время аккуратно, чтобы не сжечь ту поверхность, на которой он И быстро протереть свежим раствором этила цитата Почему свежим? Потому что вот смочил и он очень быстро испаряется Ну давайте все-таки посмотрим на окне, на том старом скотче Там будет виднее, потому что он уже пожелтевший Сохранился кусочек, который за вазонами не было видно А вот мы сейчас с ним и разберемся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А уже вот эти следы клея, да? Сами следы Скотч мы сняли на горячую Кстати, я попробовал сначала его снять на холодную Без нагрева еще Так, не снимался А так, скотч на горячую, как видите, быстренько свернулся Так, стерся Вот, ну а следы уже не надо греть клей Сам клей просто стирается Уже, как я рассказывал, можно и подсолнечным маслом даже потереть И тем же этилотстатом, но уже греть не надо Вот таким способом скотч можно вполне Даже уже застарелый скотч, который никак не отдирается Если отдирается только с царапинами и мучениями Можно стереть И, надеюсь, был полезен Все, на мою рожу повторно смотреть не надо Всем пока! Продолжение следует...